Дочерь 54 года как женатый. Расскажите, как вы познакомились? Познакомились, она работала учителем, а я работал в Сахарном заводе. А Сахарный завод объезжал там все районы, поселки, и ее там нашли по комсомолу, по комсомолу, по комсомолу. Работали вместе, встретились и поженились. Поженились, прожили мы в Белгородской области 3 года и уехали в Орловскую область. В Орловской область поработали 3 года и уехали в Липецкой области. В Орловской области 64 года и по сей день живем. Молодцы. Родилась у нас дочь, хорошо училась, несколько раз нам благодарственные письма направляли за хорошее воспитание. дочери поступили вместе в университет марксизма, ленинизма по воспитанию. По воспитанию, значит, подрастающего поколения. Она окончила университет с отличием, с красной чертой. Красной. Красной дипломом, да. Ну и вот сейчас так и поживаем. Из Белгородской области стали сюда ближе подъезжать, потому что здесь мой брат жил в Воронежской области. Ну а мы ехали-ехали и чуть-чуть не доехали. Мы доехали до Воронежа, остановились в Гельцико. И вот нам сейчас полюбился этот город, что лучше и не нужно. Скажите, пожалуйста, вот вы столько лет вместе, что вам помогает столько вместе жить вместе? Сейчас, наверное, скажу. А то-то это... Много мы живем в жизни. Что помогает? Во-первых, чтобы мирно и хорошо жить, надо обязательно иметь терпение, выдержку, когда следует. Ну а самое главное уважать друг друга. И ценить, и думать о будущем. Обидишь человека, с которым приходится каждый день общаться, советоваться, делать какие-то дела. Плохо. Плохо чувствовать. Сама будешь чувствовать вину, что ты не стерпела, что сказала лишнее, а ему это обидно. Так же и он. Поэтому старались друг друга не обижать. Вопросы и семейные, и какие-то другие. Решать сообща, решать обдуманно. Вот. Как получалось. Так и живем. И без того бывали какие-то небольшие там неполадки. Он или быстренько урегулировал. А самое главное, если она рассердится, то я жар не подливаю. И вот однажды она рассердилась, и ругалась, ругалась на меня, говорила, говорила. А потом... А я молчу все время. Потом она сводила меня за плечо, дернула и говорит, да, обзабись же, мне уже сказать больше не, уже все выговорила. А я жар не подливаю. И расхохотались, и опять обнялись, и все закончилось. И вот раздалится на меня чего-то, ругается. А моя задача сохранить ее до конца жизни. Он в семье родился. У него было четверо детей. Семья была очень порядочная. Отец спокойный, держанный, умница. Мама хоть не работала, но тоже. Она в домашнем хозяйстве занималась. На широкие дела. И любила детей. Поэтому они выросли, распитые. Какие-то спокойные, хорошие. Три брата и сестрички. Кто у вас в семье семейным бюджетом распоряжается? Это я распоряжаюсь, но я никогда не покупаю и не трачу ни копеечки. Без совета. Экономист? Вот такой. Без совета. Я бы совет столько. Надо это купить. Давай, может, подождем. Может, это во вторую очередь купим. А вот это вот надо столько быстрее взять. Еще где-то что-то растратить. На чем-то купить. Один дион никогда не покупает. Без моего совета. Не я никогда. Деньги на врачу без света. Налево-направо деньги не разбрасывай. Каждый руль подумаешь. А, стоит? Да нет, не надо. Не покупать. Ну, если нет необходимости тратить дион. Потому что просто он нам никогда не давался легко. А заработанные копейки просто так мы не раскидываем. Им не раскидываем. Еще скажите, пожалуйста, вот у вас очень прекрасная дочь, Елена, да? Как вам удалось вот ее такую хорошую воспитать? Скажите, пожалуйста, вот воспитание детей. Какое оно было у вас? Какое оно должно быть сейчас? Ну, она... Воспитание произошло, потому что она смотрела, какие мы, и брала с нас пример. Вот, и себе так же. Если мама училась на пятерке, то и дочь такая получила на пятерке. Дело в том, что да, она никогда не слышала скандалы. Или оскорбления друг другу. Или чтобы что-то мы сказали вот такое не совсем приятное. Нет, не было в семье. А вперед уже мы разговаривали, что в Узбекистан поехать интересно. Все-таки далеко, как люди живут. И дорога длинная, интересно, тоже будет. 19-й год мне шел. Я говорю, нет, я не хочу в своей области. Если можно, я поеду в Узбекистан. Ну, можно, конечно, по желанию. Мы вас сами и с вами рассуждали. Отработала три года в Узбекистане. Трудностей было много. Очень... По-русски не понимали. Да. Почтение было в Узбекистане, вот в этом кишлаке, чтобы кто-то знал русский язык более-менее. И вот мы работали, как могли, так объясняли. Что-то... Чему-то, но все равно, чему-то мы учили. Еще девочка со мной была. Вот. Так что... Но самое главное, что климат нам подошел. Особенно мне почему-то очень поздоровилось. У меня были... Было двустороннее воспаление легких. Я рассказывала. Нам просто спасли случайно, абсолютно случайно от смерти. Этот фельдшер, молодой Узбекистан работал. Ну, девочка, которая со мной была в квартире, она говорит, ну, видит, что мне очень плохо, что я теряю сознание, что я не прихожу в себя. Она пошла, позвала этого фельдшера. Он пришел, посмотрел, ничего не сказал. Красивая, румяная лежит девушка. И все. Даже таблетку никакую не выписал. Пошел. Великое счастье, мне повезло так в жизни, вот в этом случае. К нему в тот же день, только он вернулся от нас, от меня, приехали в Самарканду проверять его работу. Он сказал, знаете, тут у нас молодая русская учительница, она заболела. Я ходила, говорит, ничего не определила, но, в общем, он объяснил им. И они приехали. А он даже температуру мне не мерил. Поставили у меня 32, ой, 42 с лишним. Они меня сразу же поместили в свою, отнесли в свою машину и отправили в Самарканду. Там с Васлей и Вичей. Это такая моя была. Значит, такое начало. Давай я добавлю. Да. Как Вы сделали Ваше, Жене, предложение? Познакомились мы на комсомольском собрании. Он был, ты был, кто был там? Цехитаж какой-то комсомольской, небольшой организации. Ну, это, да. Член комитета комсомола был, да. А я комсомольской организацией была руководителем, или организатор комсомольской организации в своей школе, где я работала. Ну, на собрании. Деревня, деревня подчинялась нашей организации. Да. Потом и проверял, ездила я. Это совхоз был тогда, не деревня. Вот. Ну, на собрании. Как-то мы заразговорились. А потом встали. Он приезжал еще на собрание к нам туда, где школа моя была, где я работала. Вот. Встречались несколько раз, встретились. Так получилось. Решил послать Сватов за мной к моей маме. Он посмотрел, вроде скромный, серьезный мальчик. Говорит, ну что, Вера, конечно, пора выходить замуж. А я уже отработала. Давай, давай. Узбекистан три года и там. Два эпизода скажу и кончаем. Один эпизод. Хутор у них был, три дома на хуторе. И когда война была, и партизаны наши отступали, и в эти три дома спрятались наши русские, то там выдали из тех дому. А тут ее мать, которая неграмотная, больше расписаться даже не может. Они трое детей с высшим образованием. Ну ладно, не важно. И мать спасла этих партизан. И после окончания войны из Украины какой-то там генерал, что ли, прислал письмо. Маришуха. Маришуха. Что там нужно и награда какая будет за то, что помогла спасти русских солдат. Вот. И она отказалась, говорит, никакой награды мне не надо. А сейчас жалеем, что награды отказались. Ну это давно было. Ну какая разница сейчас бы все равно не было. Ну скажите теперь внучкам вашим пожеланиям. Так, 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 так. Вот на что я и хочу пожелать. Ну а... А внук и дядь мой, да? Дядь и внучка. И внук. Не курт внука, не пьет. В смысле не пьяница. Ну и так же... Андрей. Андрей, да. И так же я с детства не любил курить никогда. И не брался в жизни. А выпивай так вот. Когда по надобности. А так не выпивай. А в основном в семье. Как напился, так и поскандали, так и поругались. А дети смотрят. Вот это все и в воспитание идет. Да. И несколько раз присылали письма благодарственные, которые у нас там сохраняются дома. За хорошее воспитание дочери. Вот. А теперь и внучки. Молодым вам горько и нам горько. Мизл. Мизл. Мазалдая. Продолжение следует...